Меня зовут Вася Дробушков, я андроид-разработчик компании Сиклум. И я помню те времена, когда я учил андроид. У нас тогда наш преподаватель в университете, он нам ввел факультатив, преподаватель практики по программированию по разработке под андроид. И тогда весь курс, этот факультатив был построен на одной единственной книжке. И у нас тогда был Eclipse, у нас было очень мало документации, она была вся на английском, у нас был очень медленный эмулятор, у нас был всего один девайс, на котором можно было это все в реальности потыкать. Сейчас все намного лучше, у нас есть быстрый эмулятор, у нас есть андроид-студия, у нас есть огромное количество разных устройств, которые достаточно доступны, что каждый может их себе купить, у нас огромное количество документации на русском, на английском, огромное количество форумов, и у нас есть андроид-академия. Да, и это очень круто. Андроид-академия – сообщество, которое помогает желающим изучить андроид. И это было бы невозможно без наших партнеров и спонсоров. Давайте их тоже поблагодарим, компания EPUM, Fitbit, Space. Большое спасибо всем. Также вы можете подписаться на телеграм-канал Android Broadcast. Там публикуются различные новости и статьи из мира андроид. Да, подождем. Отлично. Также у нас есть менторская программа. У нас есть менторы, вы можете к ним подходить, задавать любые вопросы, они будут помогать вам. То есть все это для вас. Не стесняйтесь, спрашивайте, подходите, проявляйте активность и все такое. Небольшой чек-лист того, что надо сделать перед каждой лекцией. Надо убедиться, что у вас стоит Android Studio, что у вас настроен гид, что вы каждую лекцию регистрируетесь на Eventbrite, то есть вы не один раз регистрируетесь, а каждый раз. И заходите в наш телеграм-канал Android Academy Minsk, чтобы не пропускать анонсы, ссылки на домашние задания. И задавать вопросы, все можно туда, по любому поводу. И едем дальше. Вообще говоря, лекция, она не односторонняя. Периодически можно задавать вопросы, спрашивать, мы будем общаться, потому что, опять же, это все для вас. Мы не просто рассказываем вам какую-то информацию, мы общаемся. И сейчас у нас, как мы и обещали, небольшой интерактив. У нас будет небольшая игра, в которой будет три вопроса и один победитель. Вопросы по предыдущей лекции. Сейчас я попробую рассказать вам механику. Вопросов три, два напрямую относятся к тому, что было на прошлой лекции, третий не совсем, чтобы сделать эту игру интереснее. У нас будет три вопроса. Сначала будет показываться вопрос, затем я его буду читать. Затем у нас будет четыре варианта ответа. Я их тоже буду читать, но в тот момент, пока я их буду читать, время уже будет идти. И задача в том, чтобы ответить не только правильно, но еще и быстро. Кто будет быстрее и лучше всех, тот получит приз. Пока не скажу, какой. Собственно, что сейчас от вас требуется, от тех, кто хочет поучаствовать, это перейти на вот этот сайт. Сейчас я, скорее всего, сделаю жизнь вашу чуть-чуть сложнее, потому что QR-код будет чуть-чуть меньше. Сейчас мы все сделаем, ребят, наверное. Я возвращаю QR-код. Сайт вообще, на самом деле, очень простой. kahut.it Я прошу прощения. Ладно, хорошо, давайте подождем, пока вы сканируете этот код. Да, получается у кого-нибудь зайти? Да, 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 сейчас мы к этому перейдем. Оставайтесь на этой странице, не закрывайте ее. Да, пин на самом деле вот тот, да, в принципе, можете его вводить. Вводите свой пин и вводите свой никнейм. Желательно уникальный, хотя, я думаю, это будет проверяться. Вот, отлично, мы уже видим, что добавляются люди. Давайте еще секунд 20 добавим. Да, 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 давайте не будем затягивать, подождем еще секунд 15-20. У всех получается? Если что, сайт вот такой. Если у вас не получается сосканить QR-код, вы можете просто в браузере его ввести. Может быть, будет быстрее. А вот он, вот этот, kahut.it. Можно даже без ввв. Ну и как, у всех получилось? Я жду, да. Все, хорошо, поехали дальше. Всех получилось, все ввели пин-код. Кого не получилось? Да, 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 сейчас. Надо ввести пин-код и потом свой никнейм. Никнейм ввел? Все, хорошо. У нас 72 игрока и все готовы? Я читаю вопрос, потом показываются ответы, и я их опять читаю, но время уже идет. Поехали. Первый вопрос сейчас появится. Какой сладости не было в названии Android OS? И сейчас вариант ответа. Донат, нуга, брауни, фройо. Нет времени смотреть на стаку и ушло. Итак, да, правильный ответ – это брауни. 32 человека ответило правильно. Да, это брауни, потому что не было вообще названия сладости в версии B, она просто была бета. Ну, или там, бендер, что-то типа того. А фройо – это действительно версия, по-моему, 2 или 3. Идем дальше. Следующий вопрос. Он будет уже сложнее. Да, на первом месте у нас пока что Envy. Идем дальше. Следующий вопрос. В каком файле содержатся все сгенерированные ID и ресурсов? res.java, r.java, r.kt, res.kt. Отвечаем, отвечаем. Вот, отлично, да, r.java. Это знают практически все. Очень здорово. И Envy у нас все еще на первом месте. Итак, финальный третий вопрос. В каком году вышел первый смартфон на базе Android? Вышел смартфон, который можно было купить. 2005, 2008, 2010 или 2011 год? Этого не было в лекции. Осталось последние 10 секунд. И да, это 2008. Вышел HTC Dream. И у нас на первом месте Кохан Сергей обогнал нас в последний момент. Кто это? Покажись. Наверху? Тогда спускайся вниз. Если ты наверху, то я к тебе не пойду. Да, у нас сегодня подарок. Это набор Лего «Звездные войны». Поздравляю. Заслужил. Держи. Пользуйся. Да, молодец. Конг и Дидилюк тоже, ребята, молодцы. Ну что, ребят, как вам? Так будет каждую лекцию. Поэтому, да, в следующий раз вы к механике привыкнете и будет уже проще. Итак, отлично, разогрелись. Все хорошо. И теперь мы перейдем непосредственно к самой лекции. План на сегодня. Сначала мы создадим простой Hello World проект. Посмотрим, как это происходит. Посмотрим, как работает студия. Как она нам в этом помогает. Затем мы рассмотрим структуру проекта. Познакомимся с тем, что такое activity, intent. Что это такое, зачем это надо. И в конце мы посмотрим на интерфейс Android Studio. Какие-то фишки, может быть, советы, подсказки о том, как с ней лучше работать. Начнем мы с создания нашего проекта. Вот этот экран должен был быть у вас по окончании вашей домашней работы. То есть вы должны были убедиться, что вы смогли ее в студию запустить, и она готова к работе. Мы выбираем в этом меню пункт «Создать новый проект». Появляется экран, на котором нам сначала надо выбрать, под какие типы устройств мы хотим создать наше приложение. Как вы знаете, под Android можно писать приложение под разные устройства, такие как часы, автомобили и так далее. Но мы выбираем то, что у нас по умолчанию, это телефоны и планшеты. Затем нам надо выбрать шаблон нашего проекта. Мы выберем здесь empty activity. Но что такое activity? Activity — это на самом деле просто экран. То есть это один из основных компонентов в Android, который является экраном. То есть телефон, настройки системы, камера и даже сам список приложений — это все activity. Все, что вы видите, все, с чем вы можете взаимодействовать, как вот с экраном, — это и есть activity. Выбираем empty activity как шаблон нашего приложения, чтобы у нас был один экран. И идем дальше. Дальше нам надо сконфигурировать наш проект. Здесь достаточно много различных опций, и мы сейчас по ним пройдемся сверху вниз. Первое — это название нашего проекта. Мы назовем его first application, потому что это наше первое приложение. Следующее — это package name. Package name — это уникальный идентификатор нашего приложения. Обычно это перевернутый домен плюс название самого приложения. Его также можно увидеть в Play Store, то есть именно по нему ищет Google, когда вы смотрите какое-то приложение. То есть не может быть два приложения с одинаковым package name. А домен, он обычно указывает на какую-то уникальность. Следующее у нас — это то, куда мы хотим сохранить наш проект в файловой системе. Язык для создания нашего проекта мы выберем Kotlin, потому что это теперь, можно сказать, основной язык для разработки в Android. Это очень активно поддерживается Google. Дальше нам надо выбрать минимальное API, которое мы хотим поддержать в нашем приложении. Что такое минимальное API? Это минимальная версия операционной системы на устройстве, на которую можно будет установить наше приложение. То есть если мы поставим минимальную версию API 23, а у пользователя на телефоне стоит 21, он не сможет установить наше приложение. Таким образом, мы хотим как можно больше пользователей поддержать. И для того, чтобы выбрать, какую мену API мы хотим поддержать, мы нажмем на ссылочку Help me choose, и нам покажется разбиение по тому, какие устройства используются сейчас в мире. К сожалению, эта графика не совсем актуальна, как обычно бывает. И есть в углу ссылочка, там где данные за май этого года. И если мы выставим минимальное API 21, то мы поддержим примерно 90% пользователей, и нас это в принципе устраивает, потому что со временем их будет все больше и больше, старые версии будут отмирать, поэтому мы выбираем 21-ю версию, и с ней мы будем работать в рамках нашего курса. Мы нажимаем finish и попадаем в нашу Android студию. И в этот момент проект будет собираться, Gradle, производится первоначальная конфигурация, скачиваться в необходимые зависимости, и в тот момент, пока она это делает, мы обратим внимание на то, что у нас в левой части находится наш проект, его структура, а в правой находится текстовый редактор, в котором мы будем, собственно, писать наш код. Все закончилось, конфигурация, нажимаем на кнопку run для того, чтобы запустить наш проект. Но, к сожалению, мы видим ошибку. Нам студия пишет, что нет устройства, на которые можно запустить. Наше приложение. Почему так происходит? Потому что у нас нет ни одного устройства, с которым можно работать. Давайте добавим. Откроем это меню и выберем в нем открыть AVD Manager. AVD Manager – это Android Virtual Device Manager, то есть менеджер эмуляторов. Нажимаем на открытие его и создадим сейчас первый наш эмулятор. На первом экране нам надо выбрать то, как будет наш эмулятор выглядеть, то есть размеры экрана и некоторые дополнительные возможности. Мы можем сконфигурировать наше приложение с нуля, наш эмулятор, а можем выбрать какой-то шаблон. Например, можно выбрать Pixel 2 или другие устройства от Google. Можно выбрать телефон с поддержкой Google Play, и тогда наш эмулятор будет вообще как полноценное устройство, потому что на нем можно будет зайти в свой аккаунт Google, скачивать приложение, то есть как будто бы у вас будет телефон, но на компьютере. Важный момент, что здесь есть столбец, в котором указана версия сборки, тип сборки эмулятора, и она написана x86. Это очень важно. Есть еще сборки для ARM, но они будут работать очень медленно на ваших компьютерах, потому что компьютеры работают на x86 архитектуре, и, соответственно, для быстрой работы эмулятор тоже должен быть x86. Поэтому всегда выбираем именно вот это. Здесь мы на следующем экране должны выбрать версию операционной системы, которую мы хотим поставить на наш эмулятор. Мы можем отсюда же скачать какую-то версию, а можем выбрать ту, которая по умолчанию скачена вместе с Android Studio, например, P или Q. Выбираем Q, идем дальше. На третьем экране практически никакие настройки нам интересны не будут. Можно поменять только название эмулятора, можно ставить его по умолчанию и перейти дальше. Мы создали наш эмулятор, запустим его теперь. И вот он прямо перед нами. Наше устройство, полноценный эмулятор, он, конечно, не содержит в себе каких-то датчиков, которые есть в реальном устройстве, но в настройках этого эмулятора можно практически все это симулировать. GPS, например, и так далее. Но у эмуляторов есть две проблемы. Первая – они прожорливые. То есть если у вас компьютер не очень мощный, запустить студию, эмулятор и браузер, чтобы там что-то искать, может быть очень тяжело и будет все работать очень медленно. Также вторая проблема – это то, что эмулятор – это все-таки нереальное устройство. Вы не сможете симулировать устройство, созданное Samsung, например, потому что Samsung вносит туда свои какие-то конкретные правки. В этом случае разработка или тестирование на своем устройстве имеет преимущество. Но для того, чтобы запустить ваше приложение на телефоне, надо на самом телефоне проделать несколько действий. И первое – это надо зайти в настройки о телефоне, семь раз кликнуть на версию системы, после этого у вас появятся в настройках опции разработчика, внутри которых надо убедиться, что стоят два свеча включенные. На скриншоте он выключен, второй, но он должен быть включен. Первое – это, собственно, включены сами настройки разработчика, а второй – это что включена отладка по USB. После этого вы подключаете ваше устройство через USB-кабель к компьютеру, и у вас появится диалог, на котором надо будет подтвердить, что вы разрешаете данному компьютеру производить отладку на вашем телефоне. Можно поставить галочку, чтобы он не спрашивал каждый раз. И после того, как мы нажмем «Ок», запустим еще раз наш проект, студия нам скажет, что все отлично. И вот оно, наше приложение. Поздравляю, мы создали первый проект, Hello World, у нас показывается этот текст, и мы уже практически андроид-разработчики. Да, ура! И мы подошли к первой секции с вопросами. Есть ли какие-нибудь вопросы по тому, как создать проект с нуля, или по эмулятору, или что угодно? Да. Есть пара вопросов у людей? Сейчас микрофончик подлетит. Насколько я знаю, на процессорах AMD могут возникнуть проблемы с эмулятором? Возможно. Созданием устройства? Возможно, да. На интеловских точно должно быть все хорошо. А как решить проблему в случае AMD? Я, к сожалению, не знаю, но можно посмотреть на это после… Отлично! Вот, отлично! Ответ очень прост. На Linux нет такой зависимости от процессоров. Так что можно поставить Linux и там Android Studio юзать. Ну, действительно, я смотрел, у меня такая же проблема. Тут еще был вопрос, да. Скажите, при создании виртуального девайса есть уровень API? Какой это уровень API? Это compile SDK version или что это вообще? Это версия операционной системы, которая там будет стоять. То есть это та, которая у вас будет на устройстве. То есть это не та, с которой вы компилируете проект, и это не минимум API, и это не таргет API, как мы посмотрим потом. Это просто та версия, которая на самом девайсе будет, да. То есть мы можем приложение, которое мы, например, создадим, запускать как на 21 версии, так и на 23 и на 28, например. И мы можем создавать эмуляторы под каждую версию. Ну что, поехали дальше. Последний. Давайте последний. Что за пункт Instant Apps? Я думаю, он вам пока не надо. Instant Apps – это такая инициатива Гугла в том, что обычно, когда мы устанавливаем наше приложение из Play Store, скачивается прям все приложение, оно устанавливается к нам в систему, и мы его потом можем открыть. Instant Apps – это такое легковесное приложение, это не полноценное, не все, а кусочек такой, который сразу скачивается и как будто бы не устанавливается к вам на устройство, и вы потом можете дозакачать остаток вашего приложения, ну, как пользователь. Но я думаю, пока это… Можем подробнее после лекции это обсудить? Можно, да. Возможно, да. Ну, да. Ну, я думаю, подробнее можем потом после лекции собраться, обсудить. Отлично. Давайте поедем дальше. Структура Android проекта. У нас уже есть наш проект. Давайте посмотрим, что он у нас состоит. Но единственное, перед этим мы немножечко поменяем его визуальное представление. Сейчас у нас выбран режим показа нашей структуры Android, и Android Studio нам немножечко помогает, пряча то, что есть на самом деле в файловой системе. Но для того, чтобы лучше разобраться, как выглядит Android проект, лучше все-таки смотреть, что там действительно находится в файловой системе. Поэтому мы переключим его в представление project. У нас станет сразу больше папок, больше файлов. Некоторые из них нам будут абсолютно не нужны, но для общего понимания это все-таки будет лучше. Потом, после того, как вы познакомитесь с тем, как оно устроено, можно будет переключиться обратно на Android и посмотреть уже, насколько удобнее стало. Итак, у нас на самом деле очень много файлов, очень много папок, и мы сначала рассмотрим только маленькую часть из них. Будем двигаться постепенно. Начнем мы с файла Android Manifest. Android Manifest — это XML-файл, это центральный файл всего приложения. В нем описано все, что есть в нашем приложении. Все компоненты должны быть описаны в нем, все пермишены, что это такое, узнаете тоже потом. Все, что может делать наше приложение, должно быть описано в одном XML-файле. И мы можем здесь заметить, что внутри нашего манифеста есть такой тег, как Activity. Мы внутри нашего манифеста описали нашу Activity. Как мы помним, Activity — это экран, который мы создавали тогда во время создания проекта. Что внутри Activity находится, пока внимания не обращаем, это нам пока неинтересно. У нас есть Activity, MainActivity. Она лежит у нас в папке Java и PackageName, который мы указывали при создании проекта. В папке Java лежит весь наш исходный код. И хотя папка называется Java, в ней будет лежать и Java код, и Kotlin код. То есть MainActivity.kt — это на самом деле Kotlin класс, но он лежит в папке Java. Вот так получилось. Если мы посмотрим внутрь того, из чего состоит MainActivity, то это по умолчанию не очень большой класс, который наследуется от AppCompatActivity. То есть мы берем из фреймворка Activity объект и наследуемся от него, чтобы создать наш собственный. Затем у нас есть метод onCreate. Пока что можно считать, что это точка входа в наш экран. И внутри него вызывается метод setContentView. Передается rLayoutActivityMain. Сейчас мы немножечко с обратной стороны зайдем. Вы помните, что все айдишки для ресурсов компилируются в файл r.java. И для того, чтобы получить их в коде, нам надо прописать следующий формат. r.tipresource. и название ресурса. Соответственно, layout — это файл разметки. И таким образом мы получаем айдишку файла разметки для ActivityMain. Прошло нормально? Да, хорошо. Мы хотим получить айдишку для файла разметки нашей ActivityMain. Для этого мы должны взять r, это файл, в котором сгенерированы все, класс, в котором сгенерированы все айдишки, взять затем тип ресурса, точка layout, и затем взять название этого ресурса разметки, точка ActivityMain. Мы взяли этот идентификатор и мы его передаем в метод setContentView. Таким образом мы связываем объект mainActivity с разметкой. А сама разметка лежит у нас в соответствующей папке res.layout. В папке res лежат, вообще говоря, все ресурсы, которые есть в нашем приложении. И в папке layout лежат файлы с разметкой. Что лежит в остальных файлах, в папке res, мы рассмотрим чуть позже. Файл разметки — это XML файл. В нем ничего интересного нет, мы пока смотрим на него, ничего не понимаем, но это нам пока и не нужно. Соответственно, все, что из вот этого первого захода в определение, что у нас внутри проекта, нужно понять одно, что у нас есть mainActivity, это класс, который описывает наш экран, всю его логику. У него есть файл разметки activityMain. Мы соединяем файл разметки с activity при помощи метода setContentView, и мы должны зарегистрировать нашу mainActivity в Android манифесте. Было ли это понятно? Или надо что-то повторить? Да, можно туда микрофончик куда-нибудь. То есть, когда мы работаем с кодом, мы из кода обращаемся к XML файлу так, как будто он уже сбил же. Да, но об этом мы будем чуть попозже, но да. Мы будем обращаться к каким-то вьюшкам из разметки, из нашего кода, да. То есть, не всем каким-то? Каким-то. Потом, да? Чуть попозже. Еще вот туда, пожалуйста. А это пример манифеста был из… Из нашего приложения. Потому что там уже интернет заактивлен. То есть, обычно руками его вводим. Так, где он у нас активен? Ну, Android интернет, так как ActionMain. Нет? Так, 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 где он тут? Нет, тут нету активного интернета. Это intent, это… А можно еще раз вопрос? Я, возможно, неправильно понял. То есть, манифест взят из именно Hello World? Да. Сгенерирован. Что такое intent-фильтр и зачем эти четыре страшных строчки? Мы вот буквально через минут 10, наверное, поговорим. Хорошо, давайте поедем дальше. И есть маленький еще вопрос. Как я понимаю, каждое приложение может иметь несколько активитей? Каждое приложение может иметь несколько активитей, да. Чтобы переключаться. Да. И вместе с MainActivity у нас будет еще… Будут какие-то другие активити. Мы точно так же для них будем создавать файлы разметки, соединять их с активити через SetContentView и регистрировать все новые активити в манифесте. Да. То есть, вот эта вот связь, она может немножко сложная, но это как бы очень важно понять, что мы создаем активити, у нас есть файл разметки, мы соединяем их вместе через SetContentView и регистрируем активити в манифесте. Потому что если мы не сделаем чего-то одного из этого, у нас ничего работать не будет. Хорошо, поехали дальше. В общем, наш файл разметки. Мы смотрим в XML-код и, в принципе, нам пока непонятно, что в нем происходит. Для того, чтобы это рассмотреть, можно воспользоваться либо опцией Preview, либо переключиться на визуальный редактор нашей разметки. Давайте переключимся в режим визуального дизайнера. Он состоит из трех секций. В одной секции у нас находятся все компоненты, которые у нас есть, кнопки, тексты, поля ввода, картинки. В середине то, куда мы все это будем набрасывать. И в правой части у нас атрибуты для выделенной сейчас вьюшки. Все хорошо? Отлично. Давайте мы попробуем что-нибудь поменять в нашем тексте. Сейчас у нас приложение довольно скучное. У нас просто показывается текст Hello World. Этим никого не удивишь. Мы выделим наш текстовое поле. И в поле атрибутов нажмем на поиск. Введем туда слово текст. И посмотрим все атрибуты, которые попадут в выдачу. Мы хотим, например, поменять цвет, размер текста и сам текст. Для этого нам студия может помочь. Мы можем найти текст Color, выбрать его и взять какой-нибудь цвет, какой мы хотим. Точно так же мы можем поменять наш размер текста. Он у нас был 14 SP. Что такое SP, вы узнаете на следующей лекции. И мы поменяем его на 36. Все, что нужно знать, что мы текст увеличили с 14 до 36. И поменяем сам текст. Например, вместо Hello World мы напишем Welcome to Android Academy. И отлично, у нас поменялся текст. У нас теперь красивое приложение, которое можно всем показывать. Но давайте посмотрим, что же у нас поменялось в коде. В коде у нас появилось три атрибута на нашем TextView. Теперь мы уже понимаем, что у нас есть один текст. Это TextView. И у него есть какие-то атрибуты. Атрибуты эти TextColor, TextSize и Text. Но мы видим, что текст подсвечен желтым цветом. Наводим на него мышку, и студия нам подсказывает, что текст захардкожен, и его надо вынести в ресурсы. Но что это такое и зачем это нам надо? Этому есть несколько причин. И первая из них — это локализация. Если мы будем хардкодить наш текст внутри файлов разметки или в коде, то тогда он там будет именно на этом языке. И мы не сможем его как-то менять легко, если мы захотим поддержать какие-то новые языки. Давайте последуем совету студии и вынесем нашу строку в ресурс. Для этого есть комбинация клавиш Alt-Enter или Option-Enter, если вы на Маке. Она очень важна, потому что она показывает вам подсказки, которые дает вам Android Studio. И эти подсказки часто очень полезны, поэтому Alt-Enter — это очень частый такой шорткат. Он нам предлагает извлечь строковый ресурс. Мы соглашаемся, показывается диалог, в нем мы вводим ключ для нашего ресурса. И после этого мы видим, что вместо нашей захардкоженной строки у нас немножко поменялась внутренность, скажем так. У нас появилась собачка, стринг, слэш и затем название нашего ресурса. Синтаксис очень простой. У нас идет собачка, название, типа ресурса. В этом случае это строка, поэтому это стринг и затем его ключ. То есть в коде у нас было r.layout.activityMain. Мы пытались получить ресурс разметки через r-файл. А в файлах разметки мы получаем его через собачку, тип ресурса и через слэш его название. Ну, куда же делась наша строка? Наша строка попала в папку values. В папке values есть различные файлы, в частности strings.xml, в котором лежат все наши строковые ресурсы. Но мы пойдем чуть дальше. Да, вот, собственно, она находится теперь здесь. Нам студия подсказывает, что есть какой-то редактор строковых ресурсов. Открываем его, и здесь мы можем очень легко и просто добавить поддержку какого-нибудь нового языка. Например, мы хотим добавить поддержку русского, выбираем его, и видим, что у нас студия подсвечивает красным наш ключ, потому что нет перевода. Мы добавляем этот перевод, и у нас появляется отдельная папка values.defis.ru, в которой лежит такой же файлик strings.xml, внутри которого у нас лежит ресурс с таким же названием, с таким же ключом, но уже переведенный на русский язык. Если мы поставим такое приложение с вот такими вот ресурсами на устройство, на котором стоит русская локаль, то автоматически покажется русский текст, а не английский. И так с другими локализациями, с языками тоже. И вообще говоря, вот это вот defis.ru, это так называемый спецификатор ресурсов, ресурс квалифайер. Их очень много, их бывают разные типы, по ссылочке можно посмотреть все, которые есть, возможно. То есть можно ресурсы разделять по языку, по версии Android-системы и так далее. По тому, какая ориентация у экрана, портрет или лендскейп, альбом и так далее. Есть ли по вот этой части вопросы? По ресурсам, по спецификаторам ресурсов? Такой вопрос. Мы когда создаем русскую локаль стрингов в ресурсах, оно автоматически переводит? Нет, оно автоматически не переводит. Оно автоматически создает вам файл, в который вы можете добавить переводы нужные. А вот этот редактор переводов, он просто сканирует все файлы, в которых есть эти строковые ресурсы, и помогает вам видеть картину того, что у вас, например, пропущено. Так, есть вопрос. Скажите, как резолвятся языковые локали в приложении? То есть сначала операционка, потом какая-то настройка в приложении? Ну, да. Вообще говоря, по умолчанию, если вы вот так вот сделаете, то с нуля, то у нас нет никакой настройки внутри приложения, поэтому, естественно, будет подтягиваться то, что внутри системы. Есть возможность переопределять конфигурацию нашего приложения или какого-то экрана, и тогда оно будет идти впереди того, что в системе определено. То есть мы можем внутри нашего приложения определить конфигурацию, например, локаль, которую мы будем использовать, самостоятельно, и тогда будет использоваться наша. Забудем про то, что в системе. Очень путанно ответил, да? Ну, условно проще, что мне нужно в андроиде нажать, чтобы переключить локаль. И региональный настрой? Что нужно сделать в андроиде, чтобы переключить локаль? Да, самое простое, вы переключаете его на уровне операционной системы, и тогда все приложения, которые поддерживают, они перейдут, поддержат вашу локаль. Извините. Как это сделать? Как это сделать? Вы просто создаете ресурсы строковые. Вот в самой операционной системе на интерфейсе, это хожу настройки, и там мне нужны языковые и региональные. А, где оно прямо находится в настройках. Я не знаю точно, прямо сейчас, давайте это после лекции, тогда точно подойдем, посмотрим, что на телефоне есть, потому что, ну, должны быть языковые, по идее, ну, я просто не знаю, что такое региональные настройки. А, нет, это другое тогда, это должны быть языковые тогда, чтобы повлияло на R. Да. Еще вопрос. Как получить доступ к этой переменной строковой из кода? Получается R, layout… Нет. Мы должны, чтобы получить идентификатор, нам надо будет написать R, затем тип ресурса. Тип ресурса – это стринг, поэтому надо будет написать R.string и вот это вот название ключа. Но таким образом мы получим только идентификатор. На самом деле надо будет через… В Activity, например, надо будет написать ресурсис.getString и передать в него идентификатор. Да, немножечко. Хорошо. Отлично. Едем дальше. Мы разобрались с нашими строками более-менее. И давайте проделаем сейчас ту же самую операцию, что мы делали со строкой, с цветами и с размером. Точно так же нажимаем Alt Enter, появляется сообщение, извлечем цветовой ресурс. Мы его извлекаем, он превращается в собачка color slash, и название нашего цвета мы называли его text color primary, например. И он появляется у нас тоже в папке values, но уже в файлике colors. Там у нас уже при создании проекта были цвета по умолчанию, но мы можем, естественно, добавлять свои какие-то. И точно так же мы извлекаем наш ресурс размером, назовем, что это text size large, например. И мы видим, что он превратился в ссылочку собачка dimen, что значит dimension, как размер, slash in название нашего ресурса. И он у нас попадает в файлик dimens.xml. В принципе, все по аналогии, просто еще один тип ресурса, который мы теперь знаем. Да, вопрос. А зачем выносить размеры? А зачем выносить размеры? А в файликсах выносить размеры. Очень хороший вопрос. Зачем выносить строки? Ну, на самом деле, если у тебя несколько… Ты хочешь, чтобы несколько страничек были в одном стиле, ты как и там, я не знаю, при HTML верстке, ты просто выносишь это куда-то, и потом у тебя на одной активной, одном экране все одного размера, на втором, на третьем, на пятом одинаковый размер текста. Да, здесь играет роль еще следующая. Ну, я лучше, наверное, на примере с цветом. Если мы будем его держать прямо внутри, опять же, разметки или внутри кода, то тогда у нас он расползется по всему приложению. Если мы захотим в какой-то момент что-то поменять, то нам придется пройтись по всем местам, а так мы это все держим в одном месте, называем это каким-то понятным словом, чтобы оно отражало суть того, что этот ресурс обозначает. Например, мы не просто пишем, что это красный цвет, мы пишем, что это цвет, который будет для нашего текста, например, основным. И тогда, если в какой-то день мы решили поменять красный на синий, мы идем, меняем это в одном месте, и все отлично. То же самое с размерами. Вы можете указать, какие у вас будут отступы, например, от края экранов, или если вы хотите, например, основной размер текста, чтобы, опять же, не менять во всех местах, а только в одном. На секундочку вернемся в наш Android-манифест, с ним мы не закончили, но теперь мы уже знаем чуть больше про ресурсы. Мы замечаем, что в теге application у нас есть атрибуты под названием icon и label. Label у нас, мы сразу видим, собачка string, upname, мы понимаем, что это строковый ресурс, который будет лежать с ключом upname. А icon – это mipmap, там это название ресурса для иконок, такое специфичное для андроида. И iclauncher – это значит иконка launcher. Эти вот два параметра атрибута отвечают за то, что будет пользователь видеть в списке приложений на вашем приложении. То есть это та иконка и тот текст, который там будет. Соответственно, текст, который пользователь будет видеть, он тоже локализуемый. То есть вы можете использовать одно, один текст, например, везде писать Android Academy, а можете на русском написать Android Academy, пользователи с русским локалью будут видеть именно его. А вот эти четыре страшные строчки, intent-фильтр, мы не будем смотреть, что конкретно там написано, но для общего понимания, когда вы нажимаете на иконку приложения вашего в списке приложений, то система проверяет, у какого из ваших экранов есть вот эти вот четыре строчки. Потому что эти четыре строчки говорят, какой экран должен открываться первым. Нормально? Что? Да, да. То есть если у вас несколько activity, то в одной должно быть вот это. Просто сам концепт, он более широкий, используется не только для этого, но нам конкретно понадобится только убедиться, что у нас хотя бы один экран содержит эти четыре строчки. И подытожим по ресурсам. У нас есть большое количество папок и файлов внутри нашей папки res. Drawable, там будут лежать все наши изображения, картинки. Дальше у нас есть файл разметки, layout, мы с ним познакомились. В mipmap мы немного опустим, там будут лежать иконки для списка приложений. И в папке values у нас есть цвета, размеры, строки и так далее. И поскольку мы завершаем секцию с ресурсами, если есть какие-то вопросы по ресурсам вообще, если что-то вдруг осталось еще непонятным, то не стесняйтесь. Смотрите, вы настраивали локализацию, а если не написать, например, русский язык, то нужно как-то это устранять? Будет ли ошибка какая-то? Если русский язык не написать, то на самом деле проект соберется, и его, это приложение можно будет даже поставить. Просто есть небольшой секрет. На самом деле, можете обратить внимание, что у нас есть values, а есть values-defis.ru. То есть values-defis.ru, они определены конкретно для русской локали. А values – это на самом деле значение по умолчанию. То есть это те, которые будут использоваться, если не нашлось каких-то других более специфичных. То есть запустив на английской, испанской, французской локали, ресурсы возьмутся из папки values. Если мы запустим на русской локали, и какого-то перевода не будет, то он возьмется из папки values. То есть мы увидим английский язык. Еще разок? Нет. Нормально зашло? Да. Хорошо? Да. Ну да, проект соберется. Ну просто русский-то, он все равно не будет перевода, он покажет пустоту? Нет, он покажет английский язык, который у вас будет в папке values. Окей. Еще вопрос. Пожалуйста. Там, где у вас была иконка, в файле XML, да, вот, у нас есть собака string, собака style, они все находятся под папкой values. А MIP map? Да. Ну так получилось, да. А как это так? Мы, получается, можем через собаку обращаться ко всем внутренницам любых папок? Да. Именно так. Просто дело в том, что цвета, не так, в папке drawable у нас будут лежать картинки, их будет много. А строки у нас в одном файлике. Поэтому так получилось, что все ресурсы, которые можно скомбинировать по типу в один файлик, они лежат в папке values. Там обычно какие-то значения числовые или там строковые. А картинки и иконки, ну так, и файлы разметки, так повелось, что они лежат как бы на уровень выше. Тот, кто придумал Android, так решил. Еще, может быть, какие-то вопросы есть? Что-то осталось непонятным? Есть вопрос еще вот там, пожалуйста. Я так понимаю, что спецификаторы можно комбинировать? Вот, например, NDPI и V26. Да. Вот, например, даже здесь, да. Здесь написано MIPMAP NDPI версия 26. Можно комбинировать? Да. Между собой несколько. Что такое DPI, вы узнаете тоже на следующей лекции. Хорошо, поехали тогда дальше. Последнее, что нам осталось из нашей структуры проекта, это файлы buildgradle. Это файлы для Gradle системы сборки. То есть, поскольку Gradle должен знать, как собрать наш проект, мы должны это как-то описать. И файлов buildgradle у нас два. Один у нас лежит в корне проекта, а второй лежит в апп-модуле. То есть, на самом деле, когда мы создаем проект по умолчанию через Android Studio, у нас создается проект, и в нем модуль нашего приложения. В нашем проекте модулей может быть больше. Это могут быть тоже как модули с приложениями, так и модули с библиотеками. В нашем проекте модуль пока что один, но при этом файлов buildgradle все равно два. Посмотрим на то, что у нас находится в файле buildgradle, который в корне находится. Он не очень большой, и он описывает общие какие-то вещи для всех модулей. В частности, он, например, указывает, из каких Maven репозиториев могут подтягиваться ресурсы. Google, G-Center. То есть, при сборке, когда мы будем указывать какие-то зависимости сторонней библиотеки, Gradle будет автоматически заходить в эти репозитории и искать скомпилированные эти библиотеки там, скачивать их и вместе с ними собирать. И также он содержит зависимости, которые нужны Gradle для того, чтобы собрать наш проект. То есть, это тула для сборки андроида для Gradle и для Kotlin под андроид. Мы в этом файле ничего менять не будем, с большего, на протяжении всего проекта, я думаю. Вот. Файл, который лежит в нашем модуле, он несколько большой, и я надеюсь, что вам что-нибудь видно. Видно вам? Особенно тем, кто на дальних рядах. Отлично. Давайте посмотрим сверху вниз на основное, что в нем есть. Сверху у нас определяются различные плагины для Gradle. В первую очередь, это comandroidapplication. Это значит, что мы описываем, что в этом модуле будет лежать наше приложение Android, подключать соответствующий плагин. И также используются еще плагины для поддержки Kotlin для андроида. Дальше в группе Android у нас есть несколько вещей, которые мы уже на самом деле частично видели. Application ID – это и есть тот самый package name, который был у нас в самом начале. Дальше мы указываем минимальную SDK и target SDK. Что такое минимальная SDK, мы уже помним. А target SDK – это та версия, фичи которой мы готовы поддерживать в нашем приложении. То есть мы должны этот target SDK держать как можно выше. То есть мы каждый раз должны стремиться, и Google это пушит, чтобы мы поддерживали фичи новых версий. Иначе все бы остались бы на старые, и никто бы не обновлялся. Дальше идут version code и version name. Version code – это версия нашего приложения для нас, для разработчиков. Version name – это та версия, которая будет видна пользователям, например, в Play Store. Дальше у нас идут типы сборки. По умолчанию у нас есть дебаг и релиз, то есть для отладки и для релиза. Дебаг, сборка, как видите, здесь не указано. Она идет по умолчанию. В релизной мы можем указывать какие-то специфичные вещи, например, каким ключом подписывается наше приложение. По умолчанию этого тоже нет. Это будет все потом. И в конце у нас есть список зависимостей. Это те самые библиотеки, которые будут выкачиваться из тех репозиториев, которые были указаны в корневом файле build-gradle. И сюда мы тоже можем добавлять какие-то сторонние зависимости и библиотеки. Есть ли тут вопросы по build-gradle и системе сборки Gradle? У меня вопрос, получается, чем отличается таргет от компайла ДК-версии? Компайл – это типа версия, на которой… Компайл – это та версия фреймворка, с которой будет скомпилировано ваше приложение. И мы можем гарантировать, что на этой версии точно все работает. Но как это потом… Ну, как это для пользователя? Какая разница? Или для чего вообще это писать? Ну, разница тут такая. Вообще говоря, компайлы, таргеты, если мне память не изменяет, они связаны. И если вы ставите, например, таргет… Давайте представим, 20… какой-нибудь там, 23, то пользователь, у которого версия 29 на устройстве, скачав ваше приложение, оно должно будет даже работать, но оно, возможно, будет работать в режиме совместимости, скажем так. Потому что новые какие-то вещи не поддерживают. А если я поставлю таргет 29, например, а компайл – 25? Ну, в таком контексте оно не соберется, скорее всего. То есть компайл, он должен быть… Равен таргету? Ну, либо равен, либо должен быть, по крайней мере, не ниже. Не… Ну, вы поняли. Ну, короче, не очень полезно. Да. Нет, ну, полезно. Там, на самом деле, больше есть параметров, которые можно добавить. Можно указать еще, какие тулы для сборки, build tools, конкретную версию указывать. Просто в последнее время это уже никому почти… Ну, нет, кого-то, может, интересует, но по умолчанию то, что идет вполне себе нормально. И тут еще был рядышком вопрос. Нет. Вот тут вот есть еще… Депенденсии мы можем указывать в корневом файле Gradle build? Вот тут? Да. По-моему, да. Да. Но они должны будут идти ниже, чем… Ну, в секции all projects, скорее всего. И будет все точно так же работать? Не уверен. Не уверен. Здесь не буду врать. Лучше, наверное, после лекции или я подумаю и посмотрим, в чат отпишу по этому поводу. Второй вопрос. Gradle вроде как поддерживает Kotlin. Можно ли… А, да. Есть такая вещь, как Kotlin DSL для Gradle. Можно писать… Да, файлы Gradle, они на самом деле написаны на груве. То есть оно выглядит как какой-то конфиг-файл, но на самом деле они написаны на груве. Есть возможность писать их на Kotlin тоже. Для этого надо использовать специальный Kotlin DSL, так называемый, для Gradle. Но его надо отдельно подключить и конвертнуть все файлы. Они будут уже не Build Gradle, а Build Gradle KTS. Да, да, да. Можно еще раз объяснить, чем отличаются Gradle файлы друг от друга? Почему их два? Почему нельзя все в один сунуть? Потому что один он корневой, он описывает все для всех модулей, которые будут у вас в проекте. А в проекте у нас сейчас находится один модуль. То есть это модуль App. И здесь плоховато видно, но если бы мы свернули вот эту верхнюю папочку… Да, я почему-то сюда показываю, наверное, да. Если бы мы вот эту папочку свернули, то мы бы увидели, что на самом деле у нас идут вот эти файлики, а потом идут раз-два и вот эти три папочки. То есть вот этот файлик находится над вот этой папкой. То есть он описывает то, что будет для всех модулей, которые будут в нашем приложении. Какие-то основные вещи и как вообще проект собрать. А уже конкретный модуль, один, который у нас в приложении, в нем мы описываем то, что нужно именно для нашего приложения, именно для нашего модуля. И модулей у нас может быть много. Так, нормально? То есть вот этот Gradle описывает именно App? Модуль App? Вот этот? Не, нижний, нижний. Вот этот описывает весь проект. Этот описывает весь проект, а этот описывает конкретный модуль для нашего приложения. И еще есть один вопрос. Даже два. Вот хотел уточнить по поводу разницы между плагинами и dependency. Плагин — это то, что нужно для правильной сборки модуля, а dependency — для разработки, которую мы используем внутри. Все верно, да. То есть плагин, он нужен для того, чтобы Gradle знал, как его собрать. На самом деле, как вот было на прошлой лекции, помните, была такая диаграмма, на которой у нас есть исходный код. У нас есть apt-tool, ресурсы, которые запаковывают, который берет все ресурсы, XML-ки, собирает их вместе. Потом у нас есть компиляторы из Kotlin'a Java в .class файлы, потом оно все проходит через Dex. Это вот все описано внутри вот этих плагинов. То есть мы этого не видим. Кто-то нам это написал, структуру того, как надо собирать Android-проекты. И оно вот там, в плагинах, да. И да, и тут еще был вопрос. Когда вы показывали Gradle файл, там около dependency был значок, где я подсвечивала запустить dependency. Это они скачиваются с репозитором? А вот я не знаю, кстати говоря, что это значит. Что? Да, скачиваются, потому что offline не работает. Вот так вот. Ладно, давайте последний, наверное, вопрос. А вот еще раз можно для тупых, чем отличается target-версия от минимальной? Я поясню вопрос. У нас же все это, как в Java, поддерживает обратную совместимость. То есть если мы напишем приложение под 21-ю версию, оно, по идее, будет работать на 29-й версии. Да, но если мы… А если мы добавим фичу 29-й версии, то оно не будет работать на 21-й версии. Но это неправда, да. Мы можем добавить фичу 29-й версии так, что наше приложение все равно будет работать на 21-й версии. В худшем случае мы можем сделать проверку. Если мы сейчас работаем на 29-й версии, то мы это делаем. Если мы, ну, например, кнопку показываем, если мы до этого, и нам эта фича недоступна, мы можем ее не показывать, например. То есть это как… Еще можно, например, набросить, что, например, в каком-то приложении может быть работа с камерой. Ну, например, ты открываешь камеру, видишь, на ней что-нибудь там рисуешь и все такое. А на каких-то устройствах может камера не быть. Но ваше приложение – это не только камера. В нем есть еще куча других функций. Вы тогда можете отключать какие-то вещи. Ну, в общем, мысль, я надеюсь, поняли. Отлично. Давайте продолжим. Очень важная тема – жизненный цикл, активити. Как мы помним, у нас есть активити, это наш экран, не жизненный цикл. Что такое жизненный цикл? Вот у нас… Рассмотрим на примере. Например, у нас есть наш экран, наше устройство, и мы хотим посмотреть на жизненный цикл телефона. Мы нажмем на иконку нашего приложения. Наше приложение создастся, и экран тоже создастся, покажется пользователю, пользователь с ним как-то поработает. Затем он нажмет на кнопку «назад», и приложение закроется. То есть из этого мы понимаем, что наше приложение, наш экран, у него был какой-то жизненный цикл. Он был сначала где-то не созданный, он потом создался, стал виден пользователю, пользователь с ним поработал, и потом, когда работа закончилась, она точно так же закрылась и уничтожилась. Приложения нет, да. Я постоянно путаю приложение и активити, и экран, когда говорю. Я имею в виду экран, да. То есть мы смотрим на жизненный цикл активити, поэтому да, мы не говорим ни про приложение, ни про аппликейшн, ни про процесс. Извините за оговорки, если что. И вот у нас есть экран, у него есть жизненный цикл, и о нем нам система рассказывает в виде коллбеков. То есть мы помним, что у нас уже была точка входа в наше приложение, он create в наш экран. И мы сейчас посмотрим на то, какие коллбеки есть на самом простом примере жизненного цикла активити. Опять мы, у нас есть наше устройство, наше устройство, мы нажимаем на телефон. В этот момент система создает наш экран. И у экрана вызывается метод onCreate. Это та самая точка входа, которая у нас была. Затем наш экран появился, показался пользователю, но в этот момент оно еще не доступно пользователю для того, чтобы на него можно было нажать. В этот момент у нас вызывается метод onStart. Через какое-то время, очень короткое, наше приложение перейдет в так называемый, наш экран перейдет в так называемый foreground режим, и пользователь сможет с ним взаимодействовать, нажимать на нем что-то и делать какие-то вещи. В этот момент вызывается коллбек onResume. И потом в обратную сторону, когда пользователь нажимает на кнопку назад, приложение экрана сначала выходит из foreground режима, вызывается метод onPause, наше приложение исчезает, пользователь его больше не видит, но оно все еще существует, вызывается метод onStop, и потом система уничтожает наш экран, и вызывается метод onDeStroy. И мы не будем сейчас рассматривать какие-то сложные варианты того, что может происходить с экраном. Сейчас мы пока познакомимся с самым простым, остальное будет на следующих лекциях. Сейчас важно понять, что у нас есть 6 основных коллбеков, есть еще 6 основных коллбеков, которые можно поделить на группы. Между onResume и onPause пользователь может взаимодействовать с нашим приложением, между onStart и onStop он может его уже видеть, и между onCreate и onDeStroy наш экран, собственно, можно так сказать, существует. Было ли это понятно? Есть ли вопросы по тому, что такое жизненный цикл activity? Все ли поняли вот эту вот часть? Если да, то хорошо. Пойдем тогда дальше. Нам одной activity мало, мы хотим создать несколько экранов. Как нам это сделать? Мы на нашем пакете, в котором лежит сейчас made activity только, нажмем правой кнопкой мыши, выберем в нем пункт меню new, выберем там activity, и точно так же выберем empty activity, как мы делали, когда создавали наш проект. Мы увидим похожий диалог, на нем мы будем видеть, что на нем мы можем поменять название activity, зададим его second activity, и все остальное оставим по умолчанию. Тут есть какие-то еще параметры вроде названия файла разметки, будет ли это стартовым экраном. Здесь нас все устраивает, и мы здесь все вставляем по умолчанию, нажимаем на финиш, и у нас создается наше main activity, файл разметки. Файл разметки будет сразу зарегистрирован в нашей main activity через set content view, и у нас наше second activity автоматически будет добавлено в Android manifest тоже. Давайте мы теперь из нашей main activity откроем наш второй экран, second activity. Для этого нам нужно сначала придумать, как мы это сделаем. Обычно это происходит так, что пользователь что-то нажимает, и открывается новый экран. У нас сейчас выбора не очень много, у нас есть только текст view, да и про view мы не так много еще знаем, поэтому давайте понажать на этот текст, мы будем открывать second activity. Но для того, чтобы это сделать, нам надо узнать, как же получить доступ к нашей view из кода. То есть она есть, у нас сейчас файл для разметки, надо ее как-то оттуда перенести в код. Для этого нам надо в файле разметки добавить ID для нашей view. Через атрибут ID мы указываем несколько хитрую схему собачка плюс ID, плюс это значит, что надо создать новую. То есть до этого мы видели, что было написано собачка string, слэш и название ресурса, мы брали тот ресурс, который уже существует. Здесь же мы указываем ресурс в XML и хотим создать его с нуля. Поэтому мы пишем собачка плюс ID, и через слэш мы пишем название ID. Например, пусть это будет title. И теперь, когда мы захотим получить эту view из нашего main activity, нам надо будет использовать метод find view by ID. И в метод find view by ID надо будет передать ID нашей ID. Да. То есть нам надо передать идентификатор. Мы помним, что все идентификаторы, они генерируются в файле в классе r.java. Правильно? В файле r.java. Соответственно, ресурс, который мы там хотим найти, это ID. И мы должны передать название этого ID, то есть это title. На слайд назад? Да. Насколько трудозатратный find view by ID? Насколько трудозатратный find view by ID? Достаточно трудозатратный. Чем больше будет ваш файл разметки, тем будет тяжелее. Потому что, ну, как искать какой-то объект во вложенной структуре? Просто проходишь по этой вложенной структуре, ищешь, пока не найдешь. Нет. А Котлин не поцепует сам? Не подтягивает ли Котлин сам? Он как бы подтягивает, но это немножко хитрая схема, и в рамках именно fundamentals лучше начать с find view by ID, потому что так называемые Котлин экстеншены, синтетики, там есть хитрость, как они внутри устроены, и, да, их можно пользовать. Да, в этом как бы нет проблемы. Есть вообще много разных способов, как можно работать с вьюшками ID, но мы начинаем с азов. То есть мы ищем вью по ID-шке и передаем в нее идентификатор, который мы находим в классе R, в классе ID. И давайте теперь запустим Activity, вторую. Для этого нам надо каким-то образом обработать клик. Вся вот эта вот штука под названием обработка кликов и прочее, она в деталях будет уже на следующей лекции, но поскольку нам очень надо, мы не можем без этого, нам надо прямо сейчас как-то обработать клик. Все, что нужно сейчас знать, что мы вызываем метод такой setOnClickListener, и мы передаем туда по факту функцию. Функцию, которая будет каждый раз вызываться, когда мы будем нажимать на наш текст. Все, нам пока что больше ничего неинтересно. И внутри этой функции мы будем вызывать метод OpenSecondActivity. Опять же, если вдруг код немножечко непонятный, потому что это Kotlin, не волнуйтесь, у нас на этой неделе еще будет много мероприятий по Kotlin, поэтому все станет более понятно. Сейчас, опять же, все достаточно просто. По нажатию на наш текст мы хотим, чтобы по итогу вызывался метод OpenSecondActivity. И сейчас мы узнаем, как же нам запустить второй экран. Для того, чтобы запустить экран, в андроиде есть такое понятие как intent. Intent — это сообщение, которое мы будем отправлять системе. Это по факту объект, внутри которого есть какие-то данные, в которых, например, в случае так называемого явного интента может быть указан адресат, тот, кто должен получить этот интент. Например, это может быть какой-то компонент вроде Activity нашего экрана. То есть если мы создадим явный интент и укажем, что мы хотим создать, открыть какую-то Activity, то мы должны будем передать название этой Activity в него. Это мы увидим буквально через секунду, но все же. Также есть неявные интенты — это те, у которых получатель неизвестен. То есть в случае явного интента мы точно знаем, мы хотим открыть вот эту Activity. В случае неявного интента мы больше хотим сделать какое-то действие. Например, мы хотим открыть карту. И мы не знаем, какое приложение сейчас у пользователя установлено, которое может открывать нам карту. Поэтому мы возьмем и передадим интент, в котором мы скажем, открой нам, пожалуйста, карту с вот такими вот координатами. И система это сообщение должна будет обработать. Также в этом, скажем так, конвертике в него можно передавать какие-то параметры для того, чтобы их с одного экрана или с одной Activity передать в другое. Есть небольшая анимация того, как это примерно выглядит. У нас есть Activity A. Мы создаем интент. В него кладем какие-то, возможно, параметры, которые мы хотим передать. И этот интент у нас явный. Мы хотим, чтобы система открыла Activity B. Мы передаем этот интент в систему. Система его обрабатывает, запускает Activity B и запускает ее вместе, передавая туда этот интент. И в коде это выглядит следующим образом. Мы просто создаем объект Intent, передаем в него того, кто отправляет это сообщение, то есть мы inActivity this, и указываем класс того экрана, который мы хотим открыть. То есть в нашем случае это SecondActivity. И отправляем этот интент в систему при помощи StartActivity. Есть ли здесь вопросы? Да, только микрофончик. Назад, в смысле? А, назад, да. На этот или на… Вы вначале говорили, что мы должны все, что создаем, описывать в манифесте? Да. Все, что мы создаем, надо описать в манифесте. SecondActivity у нас была описана в манифесте. Здесь просто я это не показал. То есть когда мы создавали, через вот именно меню в Android Studio, то она создавала нам и Activity, и файл разметки, и автоматически регистрировала. А, короче, что писать в интент-фильтре думать не надо? Нет, интент-фильтр в нее писать уже не надо, потому что только одна Activity должна быть. Только одна Activity должна открываться. При старте давайте я промотаю быстро это все. Да. У меня есть вопрос как к опытному разработчику, к тебе. Скажи, сейчас вот новая модная фишка появилась, не стартовать, но в Activity, а в рамках одного Activity работать с фрагментами, плюс вот этот Navigation, эта штука, которая за тебя их меняет. С точки зрения производительности, как все-таки круче стартовать интенты с новыми Activity или писать… Ну тут дело больше не в производительности даже. менять просто в ней как бы вот… Я, наверное, понял. Дело тут не в производительности, на одну Activity и на фрагменты скорее, я так понимаю, переезжают, потому что так проще управлять тем, что у тебя есть. Когда проекты становятся большими, у тебя есть несколько Activity, у них есть какой-то свой стэк, ну они, когда ты открываешь, они на дружку кладутся, и у тебя в каждой из них есть фрагменты, и у них тоже, может быть, есть какой-то стэк, и получается, что ну очень тяжело этим управлять. С другой стороны, если делать все на Activity, то в какой-то момент может стать очень тяжело. Ну если будет очень сложная логика переходов, на Activity ее сделать может быть тяжело. А фрагменты, они достаточно гибкие, если делать все внутри одной Activity, то как бы достаточно гибко. И вторая еще вещь, это то, что то, про что я не говорил, когда я рассказывал про жизненный цикл, что если у нас есть Activity и фрагменты, у каждого из них есть еще свой жизненный цикл. И когда мы находимся на каком-то уровне Activity, то Activity внизу могут уничтожаться системой, например, и все это может приносить достаточно много сложностей. Но при этом от Activity все равно никто не отказывается, от переходов с одной Activity на другую, потому что во многих приложениях все равно надо отправить, скажем так, неявный интент в систему для того, чтобы открыть, например, камеру или еще что-нибудь. То есть это все равно будет в какой-то мере жить. Скажите, а не будет ли в этой функции ошибка при передаче контекста this? Обычно подсвечивает. То есть если мы интент вынесем вверх на онклик, там все сработает. А в этом случае, по-моему, она не даст. Не знаю, у меня не подсвечивало. Не подсвечивало? Ну, можно проверить. По идее, все должно быть нормально. По идее. Но можно перепроверить. Ну, тут вопрос был скорее, да, типа про утечку, правильно? Не будет ли утекать наш здесь из-за того, что мы его объявили внутри анонимного класса. Но мы, наверное, это пока опустим. Все должно быть хорошо. Ага. А если активити, которой мы шлем интент, нету, что будет? Так, ну, конкретно в таком случае оно как бы так не получится, потому что активити у нас как бы есть, потому что мы же как бы класс указали. Но если, например, мы ее в манифесте не объявим, то приложение упадет, потому что оно скажет, что ваше активити, которое вы хотели запустить, оно не объявлено в манифесте. А вообще, если мы хотим открыть какую-то, но мы про это, я про это, наверное, чуть дальше расскажу, через секунду, о том, что бывает, если нет активити. Хорошо, давайте поедем дальше. А, хорошо. 79-й слайд. 79-й? Ага, 80-й. Вот. Вот этот? Нет. Еще. Да. Финтвай. Вот этот? Да. Это мы айдишку текста ищем. Нет, это мы ищем айдишку нашего текст-вью. Мы ищем айдишку, айдишки. То есть здесь можно сказать, что айди – это в некотором смысле сущность, ну, там плюс-минус. А то, что находится в файле r.java – это просто инты, это просто циферки, которые нужны системе, для того, чтобы, ну, приложение, для того, чтобы работать. То есть мы по факту здесь, вот сюда, мы вот в этот метод findViewById должны передать инт нашей айдишке. Но сама айдишка мы ее должны получить из файла ресурсов через r.id. Так, сейчас мы это все прокликаем. Так, продолжение немножечко про явные интенты. А? Еще вопрос? Извините. Да, пожалуйста. Почему там класс java, а не kotlin? Потому что есть некоторые сложности, при написании кода на котлине, но они решаются. Дело в том, что activity – это вообще говоря, интент, это вообще говоря, часть фреймворка. А фреймворк у нас написан на java. Поэтому он принимает в себя именно java-овый класс, а не kotlin-овский. И из-за этого возникает необходимость как будто бы писать вот такие вот страшные вещи, но это все решается при помощи экстеншенов, которые через дженерики уже все красиво делают. То есть мы будем пробовать этот код улучшать потом. Еще там, кажется, был второй. Говорили. Да-да, точно такое же про java. То есть это метод функции, то есть что это такое точка java? То есть я вызываю метод у этого класса? Нет, это проперции, но это неважно. Мы по факту передаем, пока что можно считать, что название класса. Наверное, можно будет это добавить в нашу Kotlin лекцию про класс java. Хорошо. Еще немножечко про наши неявные интенты. Как говорилось, в них можно передавать какие-то значения для того, чтобы, например, передать их с одного экрана на другой. Это делается при помощи методов putExtra. Они работают практически как map. То есть у нас есть ключ, и у нас есть значение. Ключ – это строка, значение – это либо какие-то примитивы, либо строки, либо можно передавать даже некоторые объекты, но они должны быть сериализуемые. И на принимающей стороне их можно будет точно так же из этого интента, который пересылался из одной активити в другую через систему, их можно будет доставать по, собственно, тому же ключу. Тут было нормально все. А второй аргумент – это дефолтное значение, если вдруг не оказалось первого. То есть для объектов, если их нет, ну, скажем так, вот вы хотите достать что-то из мапы, надо, чтобы там… вы хотите достать что-то из мапы, надо что-то вернуть. И если вдруг там чего-то нет, то можно вернуть null, но для примитивов null нет. Поэтому вы можете определить какое-то дефолтное значение именно для них. чтобы передавать объекты, надо сериализовать их в виде атрибута? Нет, на самом деле, кто здесь знает Java, есть интерфейс serializable, то есть serializable объекты передавать можно. Есть еще специфичный для андроида интерфейс parsable, который более эффективный, чем serializable. его предпочтительно использовать, конкретно про него сегодня я рассказывать не буду, но мы с ним познакомимся еще. Сначала надо последоваться интерфейса, реализовать, и только потом это все будет? Ну да, надо взять ваш объект, который вы хотите передать, его каким-то образом объявить как сериализуемый, либо через реализацию интерфейса serializable, либо через реализацию интерфейса parsable. и потом его тогда можно будет через boot extra. На самом деле, это не один метод, их там много, то есть один принимает string boolean, один принимает string serializable, ну и так далее. Там можно посмотреть будет, какие есть методы. Да. А вот ключ, который extra boolean, а мы их где-то объявляем как константа, как он передается между activity? На самом деле, чаще всего есть, ну скажем так, две вещи важные. Чаще всего вот эти вот ключи, они объявлены именно на той стороне, которая принимает, потому что она как бы описывает, что она ожидает. И поэтому main activity может взять тот ключ и положить что-то туда. Но еще чаще делают специальный статический метод, опять же, на принимающей стороне, который отдает именно intent, то есть функция, которая принимает в себя параметры и уже принимающая сторона сама в нужные, под нужными ключами эти данные распихивает. То есть так, чтобы тот, кто отправляет, он просто спросил, скажи, а какой intent и какие параметры тебе там вообще нужны? А вот такие вот, держи, распакуй их там сам и я потом отправлю его в систему. Наверное, надо было бы этот код добавить. Я, наверное, после лекции его сегодня-завтра пришлю. в телеграм-канал Android Academy Minsk о том, как выглядят best practices по тому, как создавать интенты для того, чтобы передавать данные из одного экрана в другой. И пример, так, вопросов не было больше. И неявные интенты, например, мы хотим открыть какую-то ссылку в браузере. Один из примеров. Мы создаем интенты, и мы уже не передаем себя, мы не передаем, кого конкретно мы хотим открыть, потому что мы не знаем. Мы не знаем, какие браузеры у нас есть и кто может вообще эту ссылку обработать. И на самом деле, это как бы для примера. Мы создаем вот этот интент, передаем в него специальный action view. есть целый список каких-то общеиспользуемых неявных интентов для различных случаев, например, открытие приложения с имейлом, для открытия карты с какими-то точками. Эту ссылку мы в чат тоже опубликуем. Здесь все как бы просто. Мы создаем опять же интент и отправляем его в систему. И здесь, возвращаясь к вопросу про то, что будет, если нет какого-то приложения, то есть у нас может быть такое, что мы хотим открыть ссылку в браузере, а на устройстве нет ни одного браузера. Соответственно, у нас приложение упадет, потому что некому его было доставить. Но перед тем, как отправить этот интент в систему, мы можем проверить, есть ли хотя бы одно приложение, которое может его обработать. Если система нам скажет, что их нету, мы тогда можем показать какое-то красивое сообщение, например, а у тебя нету приложения, поставь себе или что-нибудь в этом духе. Примера, к сожалению, здесь тоже в коде не будет. Но идея, я надеюсь, была понятна. Есть ли вопросы по, хотя мы их задавали в промежутке, в течение, что-нибудь еще про неявные интенты или про передачу параметров, или уже на все с большего ответили. Как вернуть параметры в Activity? Их есть у меня. Мы также можем запускать… До этого мы просто из одного экрана открывали другой экран и передавали какие-то данные в одну сторону. Но часто так бывает, что мы хотим открыть какой-то экран, чтобы он потом нам что-нибудь вернул. Часто это бывает в случае, например, неявных интентов, когда мы открываем приложение камеру и хотим, чтобы оно нам вернуло картинку, которую пользователь сфотографировал. Но мы будем представлять, что мы находимся в рамках нашего одного приложения, и у нас есть два экрана, мы хотим открыть один, чтобы он поработал и нам что-то вернул. Как это происходит? Опять же, на красивой анимации. У нас есть Activity A, она создает интент, передает его в систему, система его обрабатывает, открывает Activity B, передает туда интент. Но в отличие от предыдущего раза, у нас Activity начинает слушать результат в специальном кулбеке, который есть в Activity, под названием Activity Result. Activity B работает, она записывает результат, просит систему ее уничтожить, система обрабатывает это событие, закрывает Activity B, и тот результат, который Activity B произвела, отдает в кулбек on Activity Result. Вот такая вот схемка. А в коде это выглядит примерно следующим образом. Все то же самое, что было у нас, когда мы просто открывали Activity, только вместо StartActivity мы используем другой метод, StartActivityForResult. Мы говорим явно системе, что мы ожидаем результат, когда та Activity, которую мы открываем, отработает. И здесь второй параметр, это так называемый requestCode. Это на самом деле просто int значение, которое указывает на, скажем так, ID нашего запроса в систему. То есть, когда мы получим результат, он нам придет именно с вот этим вот requestCode. Таким образом мы сможем определить, от какого конкретного нашего запроса нам пришел ответ. Во второй Activity, которую мы открываем, которая, собственно, работает, она записывает результат и может записать какие-то данные, тоже, например, в форме intentа в обратную сторону. И после того, как мы вызовем метод finish, на второй Activity она закроется, и система результат передаст в нашу первую Activity, вот в этот метод onActivityResult. Что у нас здесь есть? Здесь все страшно выглядит, но если разобраться, все достаточно просто. У нас тут три параметра. requestCode, это тот код, который мы отправляли вторым параметром в нашем intent. у нас есть resultCode. Это может быть, например, окей, это значит, что все прошло хорошо, или, например, cancel. То есть тот, кого мы вызвали, может сказать, а знаешь, я вообще работал, но результаты я тебе никакого не вернул, потому что что-то произошло. Не суть важно что. И может быть какие-то данные, которые пришли нам в обратную сторону. Соответственно, у нас большего, чаще всего, выглядит обработка следующим образом. мы проверяем, что requestCode это тот, который мы отправляли. Мы могли отправить как бы разные из нашей activity. Мы могли в какой-то ситуации отправлять, например, в activity B, иногда в activity C, и тогда у нас здесь будет, соответственно, несколько условий. Мы проверяем, что resultCode был окей, и если все вот это вот сложилось, то мы тогда можем доставать наши данные. Все ли понятно? есть ли вопросы? Есть вопросы. А можно сюда микрофончик, пожалуйста? Маленький вопрос. А есть какой-нибудь более красивый способ обработки вот этих вот? Нет. Нет? Я стою. Это про вот это, да. А вот эти вот чиселки нужно самому придумывать, да? Их нужно самому придумывать, да. Они должны быть уникальны в рамках приложения? Да. Ну, тут в принципе, нет, на самом деле оно как бы, нет, уникальный в рамках приложения это плоховато сказано. Отправить можно все, что угодно, но чтобы гарантированно получить то, что надо, лучше держать их одинаковыми по всему приложению. То есть, если у вас есть несколько activity, которые будут отправлять один и тот же запрос, разные запросы с одним request-кодом, и случайно кажется так, что тот, кто на самом деле его отправлял, куда-то делся, то вы можете получить результат не туда-обратно. Нет? Тяжело? Ну, в общем, да, лучше держать эти айдишки разными, для того, чтобы не было каких-то конфликтов. А что имеете в виду? Super on activity result? Это супер, это что вообще? А дело в том, что вот этот кулбэк, он переопределен. Видите, его вирайт стоит. Поэтому супер, это мы говорим, что мы, да, мы вызываем того, кто был под нами. Потому что на самом деле иногда бывает так, что кто-нибудь наследуется от activity от activity, тогда можно какие-то… Ну, в общем, тут ничего такого прям специфичного нет. Request-код – это число? Да, это значение. Как в команде сидят договариваются? Я беру такое число, ты берешь такое? Как договариваются в команде, как выбрать число? Ну, обычно это все как-то организовано в каком-то виде, да. Потому что чаще всего, ну, я не знаю, как мы, например, делаем, у нас есть какие-то общие запросы, например, запрос за местоположением. И его можно отправить с одним request-кодом, и если он вернулся с таким кодом, значит, это был запрос за местоположением, например. Но вообще ничего такого прям сложного, чтобы держать их в какой-то системе, в принципе, нет. Это не сложнее, чем держать какие-нибудь другие ID-шки, которые есть, ну, другие ID-параметры, которые могут быть в андроиде тоже в какой-то системе. Сохранят или request-коды в каком-то файле? Нет. Это просто, их обычно выносят в какие-нибудь константы, вот как здесь вот. То есть это просто константы, объявленные где-то, и обычно они именно как константы хранятся. Никто не мешает писать просто тут там 10-15, но так не надо. Вот специфика, я забыл, у нас тут с коллегой возник вопрос. Вот intent у нас на лобл, правильно? И мы вызываем на перемены, на параметры дата с вопросиком, так, чтобы не было исключения в случае, если… Это же булли, а на что будет, если не выполнится… Ну, то есть если дата будет null, что будет… А это не буллин на самом деле. Все, окей. Здесь на самом деле буллин, который nullable, здесь на самом деле может быть null, если дата окажется null. Просто я изначально здесь было в конце еще дописано, что типа я подумал, а я сделаю покороче, а то на слайд не влазит. Но про вот это точно должно быть на лекции про Kotlin, потому что да, можно в ступор впасть. Ну что, едем дальше. На самом деле самая сложная часть завершилась. Мы сейчас пройдемся по интерфейсу студии, все уже возможно устали. В общем, пару каких-то вещей и небольшой обзор того, что есть. В общем, на стартовом экране у нас было на самом деле много опций. Мы как бы сразу щелкнули создать новый проект. Но на самом деле можно открыть существующий проект уже и можно его вытянуть прямо из какой-нибудь системы контроля версии. Например, прямо с гита или залогиниться даже на гитхаб можно. Поэтому если будете смотреть, например, решение домашки или там брать предыдущие версии домашки для того, чтобы делать с нуля, то можете прямо напрямую через студию скачать проект из гита и все будет хорошо. Вот наша наша Android студия. Она состоит из многих частей. Довольно мощная IDE. Как мы уже видели, у нас есть структура проекта, у нас есть то, где мы пишем код. Если мы редактируем нашу верстку, то у нас можно включить режим превью, у нас появится панель справа, похожая на визуальный редактор, только в нем ничего нельзя будет редактировать. Но если вы хотите, например, менять что-то в коде, то вы можете это менять и сразу видеть, что у вас будет на превью. Также у нас есть панели снизу, в ней есть множество различных опций. Основные из них, наверное, это так называемый логкет. Это то, где можно посмотреть все логи, которые у вас есть сейчас на устройстве, которые приходят с вашего устройства. То есть это могут быть как системные логи, так и те, которые вы явно сами зададите. Их в этот логфайл можно писать при помощи класса лог. На нем есть статические методы. Есть несколько уровней логирования. На самом деле они из большего нужны для того, чтобы лог, вот этот лог, который показывается в IDE, чтобы его можно было фильтровать. То есть есть уровни error, там мы постим ошибки, warning, info, debug, verbose, verbose, это мы вообще все подряд пишем. Вот. Где это может быть полезно вам, например, прямо сейчас? Например, вы можете, когда будете делать домашку или просто придя домой, взять, переопределить все колбеки жизненного цикла activity, которые мы сегодня рассмотрели, поставить логи на них, запустить приложение и посмотреть, в каком порядке эти логи будут выводиться. Заодно вы из студии ближе познакомитесь и жизненный цикл будет вам более понятен. Также у нас есть профайлер, там можно посмотреть на CPU, память и много всего еще прочего для того, чтобы профилировать наше приложение. Верхняя панель. Там много кнопочек, рассмотрим только какие-то основные из них и зачем они вообще нужны. Молоточек, это сборка, то есть проект просто соберется, но никуда останавливаться не будет. Можно выбрать конфигурацию, как мы видим здесь сейчас конфигурация app, это потому что у нас сейчас в нашем проекте только один модуль, это app. Теоретически в нашем проекте может быть больше модулей и больше модулей с приложениями и тут можно будет их переключать. Здесь же указывается устройство, с которым мы сейчас работаем и чуть-чуть правее у нас есть кнопка run. По умолчанию она выглядит не так, мы помним она выглядит как кнопочка play и она тогда при запуске собирает наш проект и устанавливает его на наше устройство. Но после того, как у нас приложение уже установлено на устройстве, кнопочка чуть-чуть меняется, потому что пересобираться будет как бы не все. Есть такая вещь как инкрементальная сборка, то есть последующие сборки они чуть-чуть быстрее, первая сборка она всегда медленнее. Но есть еще более быстрая версия называется apply changes, это если изменений было ну совсем мало, вы что-то быстро проверяете, тестируете, правда не всегда хорошо работает, оно подменяет код, который вы, изменения кода, который вы сделали через специальные какие-то механизмы и таким образом она может что-то изменить, даже не перезапуская вашу activity, не перезапуская экран. Потому что обычно когда вы ставите приложение, у вас оно полностью, процесс ваш убивается, запускается заново и открывается ваш экран. то есть по крайней мере экран ваш перезапустится при помощи apply changes иногда, если везет, оно может сработать нормально. Также есть синхронизация проекта с Gradle, эта кнопка может быть полезна, если вы что-то поменяли в файлах build.gradle, например, добавили какие-то зависимости, вы нажмете на sync и пройдет синхронизация, зависимости скачаются, потом вы сможете с ними работать. Также есть возможность запустить ваше приложение на устройстве в режиме отладки или присоединить отладчик уже к запущенному процессу. Если вы выберете вот эту опцию присоединить отладчик к запущенному процессу, появится диалог, в котором вы сможете увидеть все приложения, которые вы можете отдебажить и процессы этих приложений. И когда вы выберете что-нибудь, нажмете окей, то в нижней панели появится еще окошко для отладки. То есть если вы будете ставить какие-то breakpoint в вашем коде, то вы сможете потом отлавливать состояние и смотреть, какие были перемены и все такое. Есть ли вопросы по Android Studio? Все поставили Android Studio? Всех она заработала? Есть ли какие-нибудь встроенные тулзы в Android Studio по работе с контрольной версией? Какие тулзы? Сама Android Studio может работать с системой контрольной версии, но точно она с Git, с Svn должна, если он еще жив работать. Остальные не знаю. Но плагины там наверняка есть под все подряд. Вася показывал волшебную клопочку, называется Apply Changes. Она работает очень хорошо с 28 версии API. Все, что ниже, у вас будут проблемы. Поэтому если вы хотите стабильную работу, она действительно работает, но с 28 версии. Отлично, спасибо, Паша. Ну что ж, если вопросов нет, то на следующую лекцию у нас есть домашка. Эта домашка, некоторые ее уже успели увидеть. Извините, если кого-то это взбудоражило. Мы постараемся как-то таких невязочек избегать. Ссылку на домашнее задание мы скинем в телеграм-канал. Заходите, Android Academy Minsk. Следующая лекция у нас будет от Паши. и не расходитесь. Спасибо большое, не расходитесь. Давайте останемся, на какое-то время пообщаемся вместе. Если есть вопросы, подходите, спрашивайте ко мне, к менторам.